ну что ж доброго времени суток у меня вечер не знаю как у вас мы продолжаем прохождение shadow of the tomb rider в прошлый раз мы заточили наш нож и идем освобождать груз который завис где-то на дереве я не знаю уже обезьяна там все разобрали все что можно освобождаем груз который был в самолете которым мы не очень успешно приземлились в этих джунглях так где-то там я помню было еще одна веревочка где-то еще держит одна веревка вот здесь вот так это что в одной в одном этом футляре а в тех коробках ничего и лук рация действительно ну хотя бы что-то найдите мигеля тогда параллельно собираем всякую чепуху которая нам дальнейшем пригодится для крафта каких-то шмоток оружие так дальше завтра уже должны не привести микрофона и очень очень хочу уже попробовать послушать что будет со звуком возлагаю большие надежды потому что микрофон не самый дешевый воу но по идее все должно быть гуд потому что отзывы слушал отзывы читал смотрел на ютубе обзоры вроде как клёвая модель ети чего-то там black не помню так что у нас тут как-то она разбилась так высоко кстати вот все время свяжу им животных это шкуру тоже для чего-то добываем и так понял кожу шкуру дневник джека 6 9 августа я оставляю эту страницу здесь чтобы развеять все тайны если для меня это приключение станет таким же фатальным как и для моей группы меня зовут джек фоссет 20 апреля 1925 года я вышел из куебы мату гроссу с отцом персивалем харрисоном фоссеттом и моим лучшим другом рейли риммалем в поисках z в живых остался я один моего отца растерзали два свирепых ягуара а рейли погубила неосторожность я сам не в лучшей форме но не собираюсь сдаваться мой отец полагал что за это уже недалеко и я тоже так считаю я пойду дальше на запад в надежде что не иду навстречу своей смерти 1925 год но в принципе да давненько давненько тут мужчина хаживал так я предполагаю нужно подняться наверх обратно это мы случайно нашли такое место где артефакт какой-то валялся и что-то мы откопали и тушку мы какую-то посвежевали так я думаю здесь нам нужно выстрелить дабы привязать сюда так карта есть у нас вообще какая-то карта есть это у нас что было гробница кстати мы можем вернуться там да была гробница действительно это цветочки и собрать растения нам нужно кстати оставляем это пока так будем пытаться проходить все ачивки наверно у меня редко когда хватает на это терпение но блин спешить нам некуда вон еще дохлых животных понаходим так гробница гробница во первых цветы еще растение цветы найден склеп еще и склеп нашли замечательно это интересно припаза власть к принадлежит эрнандо писара законному представителю испанской короны диего дель магра схвачен родрига аргонь из убит а их войско еретиков россия на мы перешли через горы и появились на побережье недалеко от пуска аргонь из встретил нас у качупампы неподходящее место для его кавалерии его фальконеты внесли смятение в ряды пехоты гонсала но на топкой почве опытные кавалеристы лишились своего преимущества наши имперские арки бузира переправились через реку и обрушили на врага шквал огня писара и аргонь из повели в атаку свою кавалерию каждое войско слилось в одну колонну все кричали и столкнулись на полном скаку я никогда такого не видел в хаосе битва аргонь из был ранен его стащили с лошади и убили говорят что трусливый альмагра ускакал с поля боя верхом на осле этого и следовало ожидать отрывок из дневника алонсо луиса окей о чем я должен был это сказать но судя по всему это гробницы как-то связано с записями я на самом деле редко когда слушаю вот эти вот повествования описание артефактов и так дальше записи информации там полезная 0 я думаю в основном сделан для того чтобы погрузить как бы в атмосферу всего происходящего нас целом если время есть можно и почитать так сюда мы наверное никак мы тут не проскочим нет осторожно осторожно так мы пролезем лихо однако окей молодец что у нас тут два входа грибы тут я так понимаю нам нужно открыть открылся левый какая-то жижа интересно куда она ведет так ловушечки да тут надо быть это очень аккуратно в гробницах очень много всякого такого говнеца связанного с ловушками дневник джека 2 30 мая сегодня утром мы вошли на неизведанную территорию оставив позади лагерь с побелевшими от времени лошадиными костями похоже что для рейли все изменилось самым радикальным образом с перевязанной ногой он быстро идти не может и поэтому плетется в хвосте когда отец замечает это он останавливается и подбодряет нас улыбкой внешне он спокоен но энергичная походка выдает его возбуждение он проносится мимо нас на каждом повороте на вершине или насыпи все понятно это мы нашли шестую часть и вторую часть дневника не помню были ли предыдущие части но так-так-так-так-так-так-так-так-так-так как я вовремя а я хорош это нам тоже не надо так понимаю можно туда перепрыгнуть сейчас глянем что у нас там фрески кичуанский язык памятный знак что у нас тут еще есть важно не пропускать да такие мелочи наверху там бывает что то можно выстрелить что то сбить частенько а вот там я что-то заметил лежало вроде воу воу нет спокойно спокойно все хорошо что у нас тут карта обновлена особое место воу саркофаг вот мы нашли саркофаг я так понял ну соответственно это склеп и соответственно это саркофаг все сходится получено новое снаряжение релик сапоги вечерней звезды интересно создание костюмов прикольно это в лагере нужно будет чекнуть прийти в лагере посмотреть что там добавилось судя по всему какой-то шмот мне кстати интересно возможно какой-то шмот будет давать преимущество не только визуалка в смысле а что-то еще какие-то характеристики улучшать будет было бы прикольно блин снаряжения нет у меня моей кирки не нашли то есть не было в том оставшим на грузе кстати блин я там копнул только один тот один тот кейс и больше я вот здесь можно подняться наверх и на этом я остановился то есть может там еще что-то где-то где-то шкирка наша должна быть по идее кирка 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 как правильно так это внизу мы были здесь ничего хорошо там тоже ничего и там ничего и тем наверх ага вот все я понял так но тем не менее у нас там еще осталось остался проход который нужно киркой расхреначить и все таки вернуться придется сюда ток не хочет ты посмотри-ка на нее а как же мне родная нормально хочет опять какая-то жижа так здесь сказано что рядом есть потайная комната вот это уже интересно кстати что то где то ой вот тут вибрирует на это наверное вибрирует от того что я иду в грязи да да я просто помню где-то в какой-то игре вибрация джойстика начиналось когда что-то где-то было рядом какое-то место какой-то тайник я так понимаю я выйду назад нет да тайная комната где-то рядом что у нас тут фреска документ саркофаг это все открыто но тут тайную комнату мы никак не откроем кстати а есть на карте обозначение перуанские джунгли это вообще в общем что мы типа то есть тут две гробницы это мы расцениваем как что а вот это вход в склеп а еще значит два склепа должно быть окей круто что-то сказано про секретный вход ладно я думаю нам все-таки нужно раздобыть нашу кирку вернуть обратно и тогда сможем пройти в ту тайную тайную еще дверь дверь комнату не знаю что там ок ок я предполагаю что где-то еще есть часть груза где и будет наша кирка рядом гробница испытаний это я помню кстати мы где-то рядом с лагерем можно было бы можно было бы глянуть что там за сапожки у нас ладно идемте в гробницу нет снаряжение для дальнейшего прохождения требуется ледоруб кирка да я я так говорю окей ледоруб отныне будем называть это правильно ледоруб что у нас еще было здесь чего бы мы могли пропустить базовый лагерь гробница я так понимаю что я бегу из этой гробницы а тогда базовый лагерь мы забежим чекнем сапоги кстати навыки можем можем новый навык да одну очку навыков у нас сейчас есть взор орла так я уже позабывал что там было доступно отображает артефакты монолиты сундуки с сокровищами карты архивариусов иранцы географов в режиме инстинкта выживания по моему оно и так отображает не лара определяет точное положение сердца крупного животного в режиме инстинкта выживания ранение в сердце наносит огромный урон ну ладно давайте выучим чтоб ничего не пропустить будем так постепенно предметы да мы нашли улучшения для улучшения оружия необходимы определенные элементы такие как и детали ресурсы и навыки в меню предметов выберите оружие затем нажмите квадрат чтобы перейти на экран улучшения выбрав доступное улучшение удерживайте их чтобы его сделать улучшение улучшено автоматически применяются к оружию улучшение автоматически применяется к оружию продолжить вот у нас наш лук рекурсивный лук окей лук пакахука а заменитого травника который как говорят бывал в других мирах я только не пойму у нас сейчас какой лук ага вот мы сейчас с этим луком этот этот мощнее а у этого доступно одно улучшение да улучшение оружия улучшение повышает характеристики оружия такие как точность удобства и без и боезапас каждая характеристика может быть улучшена многократно определенные навыки позволяют лари делать еще более сильное улучшение продолжить а а так усилен усиленные плечи усиленные плечи лука позволяют увеличить натяжение тивы для нанесения пышного урона хорошо урон окей окей пока наверное все а все это из ресурсов короче добывается поэтому да ресурс очень важно но в любом случае этот лук сейчас получше будет пока хука хорошо торс ноги воу эффекты торса нет эффекта ног нет тут ничего нет мы можем перейдеться обратно но никаких эффектов а что же сапоги мы тогда нашли трос веревка ну ладно так а задание я все же хочу добить цветами с теми собрать собрать их полностью где-то мы запрыгивали там наверх и были как бы на деревьях и они были как бы на деревьях деревьях вот еще по моему да все цветочки это цветочки испытание пройдено замечательно тут все да еще раз подбежим к озеру проверим все ли мы достали оттуда возможно там еще остался ледоруб ледоруб бывшая кирка на дно он упасть не мог тут у нас был самолет да тут у нас есть еще какое-то растение лист маки подводный вид обладающий красными листьями используем в лечебных стадобях прекрасно окей погнали тогда вот туда куда мы кинули трос думаю сюда мы еще обязательно вернемся потому что остались незаконченные делишки мигель не нравится мне это мигель ты где мигеля уже доедают нет у ты ешь пошутил мигель мигель пошли подруга по кровавому следу ate мигель нет като все не линия это лихон В каждой части света, похоже, есть свое мифическое двуногое существо, которое живет в лесу. Здесь его называют сисимиты, страж леса. Говорят, что он похож на большую обезьяну. Мужчин он, по слухам, убивает сразу, а женщину носит в пещеру и спаривается с ними. Не попасться бы ему, да? Лара Крофт, как ты думаешь? Не хотелось бы? Мигель? 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 же не женщина. Вы чё, вы чё? Надо было учить, короче, там, где в сердце можно было стрелять, когда не видно было сердце животного. Нет, 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 боже, здесь надо поосторожнее. Мне не очень нравятся эти звуки. Так, 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 так. Страдитесь с агуарами, отлично, отлично, сразитесь с агуарами. Сколько их тут будет? Оп, 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 оп. Это было неплохо. Сзади, сзади, я чувствую, уклонение не то я делаю. Как она там лечилась, я помню, какой-то. Ой, хорошо, я понял. Так, тихо, тихо, тихо. Ага, 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 шатаем, шатаем, скинули. Давай добивай ножом, ну. Ой, бедная, жалко немножко, если честно. Второе дело у нас тут. Так. А не тронет, не тронет, засыт. Спорим? Вот так-то. Что-то так смешно висит как-то, а? Чучело какое-то. Блин, неужели нельзя было лицо поинтереснее сделать как-то? Что-то либо оптимизировали так жестко, но под PlayStation. Жесткая посадка, так, лечение, удерживайте L1, нажмите X для лечения. Вам понадобятся целебные растения. L1 и X. Есть такое дело. Пёрышко собрали. Ой, как много всякой травы тут. Думали, наверное, что я не должен был-то справиться с первого раза и лечиться все время, подлечь его за чем-то. Нам все пригодится. Сколько всякой разной травы тут, а? Травницы одобряют. Бабки эти, шептуньи. Оценили бы. Вот так, ну вот сюда мы пришли. Судя по всему, нам нужно куда-то вот сюда. Сюда мы и пойдем. Ледоруб. Нам ледоруб нужен. А потом уже иона. Ё! Можно лягушку убивать, но с нее ничего не возьмешь. Житаю изготовления бесшумных стрел. Удерживайте R2, чтобы изготовить стрелы. Ах! R2. Так. Ага. 8. 12. Супер. Лазния по деревьям, нажмите их, чтобы скрапаться по дереву со следами когтей и добраться до его верхних веток. Больше ничего тут у нас нет. Травка. Травка везде есть. Хорошо. Отлично. Чистая ткань. Подходит для изготовления специальных стрел, как для ремонта, улучшения оружия и восстановления костюмов. О! Чисто случайно. Дневник Джека 3. 6 июня. На первый взгляд, энтузиазм отца достиг своего предела, но я начинаю в нем сомневаться. Посреди ночи я увидел его глаза, в которых отражался лунный свет. Его пустой взгляд был устремлен на небо. Если бы не все его истории об Амазонке, которые он рассказывал, я бы решил, что он сожалеет и даже печалится. А может быть его просто злят насекомые, которые забираются под наши накомарники. Очень любопытно. Может быть и злят. Как много мест, куда можно прийти. И как много трав, которых можно собрать. О, ты самолетик. Самолет. Самолет. Иона, ты тут? Не думаю, что он тут, но я надеюсь, что здесь Малидоруб. О, да. Это он. Хватай его, детка. Я думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Сядь. Я тебя добью. Ты знаешь, что делаешь? Эээ. Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать. Это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Блин, волосы. Посмотрите, как сделаны волосы у нее. Пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед. Полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так... Пластмасса. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй. Эй. Я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Что у нее с лицом? Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Она как кукла Барби какая-то. Пластмассовая, запухшая все какая-то. Может, дать ему имя? Хорошо. Элай. Элай. Мой кузен. Он был тут еще паразит. Ха-ха-ха. Пока, Элай. Да, паразиты в джунглях это не очень приятная хрень. Крутой фильм на эту тему джунгли с Рэдклиффом. Там. Пора идти. Нам надо найти Кувакяку. Там мы за ночью. Заметана. Ладно. Что такая посадка? Там, в общем, тоже момент был. Хорошо, что ты остался у самолета. Мы видели, когда Рэдклиффу тоже... Он, короче, ударил лоб. Ударился лбом. И через какое-то время у него завелись там паразиты. И у него прям шевелился лоб. И он потом ножом, короче, вырезал себе, да, паразитов. А когда это Элай успел в тебя впиться? А? Я хочу проверить, чистая ли вода. Проверю. В воде. Угу. Ну, жесткая, да, такая штука. Так, а я бы, кстати, тоже там глянул. Там в воде какая-то пещера была. А ну-ка, разобьёмся, нет? Нет. Вот, тут какая-то пещерка интересная. Ранец географа. Содержит сведения о местонахождении гробниц, сундуков и тайников выживания. Круто. Сразу карта обновилась. Что у нас здесь вообще? Так, это нам сюда нужно идти. Здесь, я так понял, самолёт. Что это за куропатка? Что это за куропатка? По обозначениям я её не нахожу. Окей. Допустим. Назад мы, наверное, сейчас вернуться не можем. Но у нас, кстати, этот тайник выживания отметился на карте. Его не было. И здесь ещё один. Вот. До того, как я не нашёл вот этот вот рюкзак географа, у меня не были отмечены эти штуки на карте. Зато вот здесь вот есть. И сейчас мы чекнем. Сейчас мы чекнем, что там. Водичка просто. Просто сказка. Был в Ялте. Сказка. Да, где-то, короче, он в углу. Вот тут очки. Он так поблёскивает, кстати, его легко и самому найти. Ну, оно что, даёт опыт и какие-то ресурсы немного. Ну, в принципе. В принципе, неплохо, наверное. А сюда мы никак не залезем, потому что прям... Ага, ага, ага. Под деревом мы, наверное, можем перелезть туда. Да. Хлоп, хлоп. И мы на месте. А тут у нас, скорее всего, будет какая-то гробница. Склеп. Отлично. Теперь мы можем взломать всё. Кстати, намного круче тоже записывать на PlayStation по причине того, что... Готовое видео выходит в районе, там, двух с копейками гигабайт, что, соответственно, на YouTube грузится, ну, блин, пятнадцать минут. Пятнадцать-двадцать минут. Тут много лет никто не бывал. В отличие от роликов с ПК, которые весят у меня по тридцать гигабайт и грузится по три с половиной, там, иногда по четыре часа. Не очень много успеваешь загрузить, поэтому, да, на PS-ке. Клёво. Ну, это связано, конечно, с разрешением игры. То есть, там, у меня, тысяча восемьдесят идёт. На шестидесяти FPS, то есть, качество, да, там, однозначно лучше. Так, а здесь мы не могли пройти. Да, не могли. Выкладываю всё как есть, ничего не вырезаю, потому что мне немножко лень сейчас устанавливать какой-то редактор. И доступны монолиты. Какой-то язык ещё. Окей. А, теперь я могу учить ещё, читать новые, типа, монолиты на другом языке. Прикольно. Да, думаю, со временем поставлю себе какой-то редактор, буду что-нибудь монтировать, чтобы было немножко интереснее в каких-то моментах. Вау. Красиво. Вау. Красиво. Так, я предполагаю, что мне туда нужно было каким-то образом собраться. забраться надо разберемся будь здоров мне мы тут и доберемся своим ходом я думаю я по крайней мере на это надеюсь да особое место карта обновлена что за особое место саркофаг я вижу артефакт был найден фреску мы нашли допустим пока я не вижу никаких отметок о особом месте так прыгаем нормально сегодня нефте кун но вот это чуть не профтакал на самом деле она как-то так затесалась теперь я смогу добраться до саркофага чёрт надо лезть дальше блин чё выше типа поднимается этот лифт и и и и и и и и и так тут наверно чуть чуть прям влево нормально все Ну вот мы на месте, это саркофаг вот у меня так удирал, хорошо. Реликт, накидка вечерней звезды, получено новое снаряжение. По словам понятно, потом почитаем. Создание костюмов. Некоторые костюмы дают усиление, если их надеть. Сменить костюм можно в лагере, в меню предметов. Я что-то не нашел те сапоги в меню предметов, но ладно, сейчас мы может еще раз посмотрим. Дойдем до лагеря, чекнем наши вещи, которые мы нашли. И думаю на этом пока остановимся, богатый выкуп. Император Язычников умолял пощадить его. Он сказал, что немедленно отдаст испанскому монарху комнату в три на шесть варов, наполненных доверху золотом, и две таких комнаты с серебром. Великодушный монарх принял это предложение. Через два месяца выкуп был уплачен. Однако доверять этому идолопоклоннику было нельзя. Когда стало известно, что его генерал собирался неожиданно напасть на испанцев, Атауальпа упал на колени и стал молить о пощаде. Его судьбу решил справедливый суд, в соответствии с правами, которыми обладает каждый подданный испанской империи. Его признали виновным и приговорили к смерти, но перед казнью он принял Господа и поэтому попадет в рай. Отрывок из беспристрастного описания Деяния Писара в Перу, Ачоа Асевиса. Останавливаю, не прерываю повествование, но лично я как бы не всегда люблю это слушать. Потом пристроились, называется, окей. Неплохо. Так, я думаю, мы тут все Отлетели. Все опускали. Окей, let's go в лагерь. Чекнем шмот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Когда я записываю геймплей Проходить намного интереснее становится Я больше где копаюсь, задерживаюсь, изучаю местность Когда я просто играю сам Я быстро все прохожу Лишь бы пройти для галочки А я не могу изжимать лагерь Я пока общаюсь с ним Так значит дело все-таки вместе Нет, нет Когда я взяла ключ Я ощутила силу Которая меня куда-то влекла Она реально Если ты ощутила силу Взял ключ Она теперь у тебя в голове? Нет Она пропала, когда Домингес забрал ключ Ты уверена? Раз она такая мощная Давай просто найдем Кувак-Яку Ладно? Да Знаешь Путь все это ради мести Я бы понял Ты уверен? Разве тебе не хочется сейчас оказаться там Где тепло и сухо Выпить пиво Пофлиртовать Еще как Ты не представляешь Или просто замолчать Все равно я бы понял Дело не вместе Да Нужно было засушить дело Какое счастье, что Иона жив Особенно когда Мигель Ну, хоть Иона ни о чем не спросил Ягуары Только зря пугать его Незачем Чтобы опередить Тринити Придется пошевеливаться Так, возможность совершать бесшумное убийство Не поднимая тревоги Это я все выучил Потому что белое это выучено Угу, хорошо Что тут у нас? Тут два очка надо Уменьшение урона от падения с высоты Чтобы полностью избежать урона Совершите кувырок В момент приземления Ммм Своенная добыча Получить возможность получать токсин и яд Различных пауков и жуков Продолжение шума при прыжках и падении Какое-то все такое Блин, я не знаю И нужно, и не нужно В то же время Увеличение количества Рукотворных ресурсов Добываемых с любых источников Давайте ресурс увеличим Пускай Ага, два очка навыка Вот так вот Хорошо Листья падения Уменьшение урона Урона Давайте вот эту вот точность Лука Так, и смотрим Что по шмоткам Вот, все равно Типа лидогрупп она получила И все Тут мы можем Типа Ну я не вижу смысла сейчас улучшать лук Если у нас этот улучшен уже Окей А где же все-таки Эффекты комплимента Восстановление здоровья Животные ресурсы Получение дополнительных А тут нет никаких эффектов У всех остальных Шмоток Вот так вот Но я в том барахле Не собираюсь ходить Ну, гляньте Ну, 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 ну Такое Я еще тут модник Нет эффектов Эффект, ну Сапоги Вот эти сапоги Вещные звезды Их сделать, короче, надо Мне нужно Найти вот То, что там нарисовано Что это Я не пойму Получение дополнительных Растительных И минеральных ресурсов Из всех источников Длительное Озарение Увеличение длительности Эффекта озарения Необходим навык Орлиный глаз Короче, я понял Мне вот это вот Можно изготовить Типа я нахожу Но я нахожу Как рецепты Окей Ну, будем искать Ресурсы дальше Тогда На этом, наверное, все Продолжим уже В следующий раз Дальше Прохождение наше